А что нам далеко ходить, когда гости у нас находятся прямо вот под боком? Это основатели этой студии, Ефим и Глеб. Привет, ребята. Привет. Привет. Для того, чтобы сразу погрузиться в атмосферу вашего бизнеса, вы партнеры, и мы хотим чуть лучше вас узнать. Мы приготовили некий интерактив, задаем вам вопросы, вы отвечаете. Два варианта есть ответа. Либо я, либо он. То есть я, он. И первый вопрос. Кто лучше разбирается в подкастах? Я. Кто лучше решает проблемы? Я. Кто чаще? Глеб. Кто креативней? Я. Кто расчетливее? Я бы сказал, тут паритет. Да, мы вместе, я думаю, что оба. А кто больше работает? Я бы тоже сказал, одинаково. Мы одинаково, да. Кто более ленивый? Вот тут можно ответить. Глеб волеет. Кто больше мешает другому? Нету такого. Нет такого, да. Кого больше любят клиенты? Тоже такого нет. Я думаю, что одинаково. Потому что я в своей плоскости общаюсь с клиентами, а Глеб в своей. Поэтому мы оба так заполняем. Что за плоскости? Я больше разговариваю с клиентами онлайн и перед записью. А Глеб больше общается с клиентами уже в студии и во время и после записи. Поэтому я думаю, что у нас поровну время. Тогда логичный вопрос. Кто больше продает? Ну, я так как начинаю общение, да, то я продаю студию, да. Но Глеб, он продолжает, да. Он продолжает абсолютно на 100%. Кто больше получает? Одинаково. Мы равные партнеры, да, поэтому мы получаем поровну. Ну, тогда логичный вопрос, кто генеральный директор? Глеб, да. А, вы? Ну да, получилось, что я. Получается так. Вообще на сайте у вас основатели студии – это Ефим и Кристина. Да. Вы к нам пришли с Глебом. Объясните, какая сейчас ситуация у вас в бизнесе? Кто вообще? Сколько партнеров? За что они отвечают? Мы равные втроем партнеры. Я начал это дело с моей супругой Кристиной. Все верно, как стоит сейчас на сайте. До сайта просто. Из-за того, что у нас много работы и всего остального, мы просто не успели поменять там фотографию и там чуть-чуть текст. Но мы равные партнеры втроем и ведем все дело вместе втроем. Да, изначально была маленькая студия, которую сделали Ефим с Кристиной. И я сначала пришел туда работать. У меня был капитал. Ну, я предложил Ефиму, давай я его вложу, и мы вместе сделаем что-то побольше. Вот как итог мы сейчас имеем то, что имеем. А Кристина занимается какими-то делами? Она тоже ведет общение полноценное с клиентами, ведет бухгалтерский учет. Еще под ней полное крыло нашего постпродакшн-монтажа. Острый вопрос, на самом деле, я сейчас задам. Необычный. Я очень часто слышала в книгах, читала, размышляла на тему, что бизнес-партнеры не могут быть втроем, либо вот суммы, которые там пятером, потому что всегда кто-то дружит против другого партнера. Так ли это? Бывают ли какие-то острые моменты? Либо вы все решаете паритетно, технически. Сейчас они признаются, что они вдвоем дружат против Кристины. Сразу рейтинги. Любое решение принимается все равно коллегиально. Нет такого, что кто-то один, вопреки всем, принимает окончательные решения и в итоге поступает, как он хочет. В любом случае, сам путь того, который мы выбрали в вопросах решения каких-то конфликтов или когда нам нужно какую-то задачу решить, то есть это всегда такой нижегородской Вече. Вот по итогам принимается решение. Ты говоришь про Вече, Глеб, а бывала ситуация, что ты оставался вот тем одним, а Ефим и Кристина выступали за другое мнение? Пока что у нас такой ситуации ни разу не было, и у нас как-то принято, что если кто-то прям супер против, то мы, значит, тормозимся и ищем какие-то другие решения. И очень часто вот именно такой подход, что если кто-то прям радикально против чего-то, значит, это надо уделить этому побольше внимания, понять почему и попытаться вот как-то это решить. У меня, допустим, как бы два голоса получается из-за того, что мы ведем дело с моей супругой, да, а Глеб один, но я и рад, что никаких таких острых конфликтов не возникает в процессе работы. Это может быть, кажется, что слишком мы сладко стелим вам тут, что, а мы на самом деле вот сейчас выйдем там. Мы же слышим, как вы на двери там орете, ругаетесь. Да, или еще что-то такое, но на самом деле нет. И это здоровое партнерство. И я как бы, ну, я рад. И поэтому мы в него и зашли чисто с самого начала, потому что увидели, что вот этих как раз вещей, историй. То есть экологичные партнерства. Да, да, сто процентов, да. Как вообще возникла идея именно подкастной? Занимался ли ты бизнесом до этого? И почему подкасты? Да. Вот меня очень часто спрашивают. Первый раз ты ответишь честно. Ну да, да. Пускай это будет эксклюзив для вас именно. Я долго очень работал в маркетинге изначально. И в одной из крупных компаний. Ну, она не очень была крупная, но международная. И мы запускали там и оффлайн-проекты, и онлайн-проекты. Но всегда нравилась вот именно эта подкастная индустрия. Мои, наверное, вдохновители этому. Это вот Куджи. Ребята из Куджи. Потому что я считаю именно по продукту, который они выпускают. Они как бы лидеры. И некоторое время назад почувствовал, не знаю чем, что это востребовано. Посмотрев, провел аналитику рынка. И посмотрел на все ребят или студии, которые там занимаются этим. Увидел, что есть два выбора у вас. Либо у вас черная комната, либо что-то чуть-чуть недоработанное. И решил сделать вот третье. Которое будет, в принципе, приятно прийти туда. Приятно записаться и так далее. И просто все решил делать. И я помню этот вечер, когда я пришел домой и сказал своей супруге, что мы будем делать студию подкастов. Она такая, что? Да, именно так. И как бы было... Мы никогда этим не занимались. Мы не записаны записью голоса, там, записью подкастов в шкафу, как обычно все начинают. Вот там в носок, на микрофоне, там обработкой. Я ничем этим не занимался. Но я вообще по жизни самоучка. Поэтому я был уверен, что в процессе мы все поймем и все сделаем хорошо. И была изначально такая установка, что мы сделаем хорошо. И все. И вот мы делали. И вот как бы сидим, записываемся. Вроде получилось. А тебе еще... Пишет мне как-то, говорит, дэшеру поверхнее. Дома надо кое-что сделать. Да, да, да. На неделю пропал. Потом такой, ну, мы подкаст-студию открыли. Да, да, да. Так и было, да. Своими руками, получается. Все свои. Ну, конечно, какие-то я стены строить не умею. Но концепция этой студии мы подключали дизайнера, сестру Глеба, которой мы очень ей благодарны за то, что она нам сделала всю эту концепцию, дизайн-проект, по которому мы это все построили. Но первая студия, она была здесь через дорогу. Ну, вот я делал все сам. Все сам придумывал, сам чертил, автокад, там все вот это вот. И так далее. Приходил, находил строителей, говорил, вот, смотрите, у меня есть картинка, делайте так. Сейчас кто-то хочет открыть подкастную студию, посмотрит этот подкаст, и у него должно остаться какое-то понимание. Сколько вообще денег надо, чтобы открыть подкастную? Сколько вы вкладывали на первоначальном этапе? Тут нужно понимать, что нету точной цифры никогда. Мы сейчас до сих пор не понимаем. Мы до сих пор вкладываем каждый месяц бесконечное количество денег, да, улучшайзингом занимаемся постоянно. Эта, ну, стоимость всегда растет, и количество инвестиций, оно никогда не останавливается. И, в принципе, так в бизнесе должно быть. Ну да, всегда есть камеры получше, микрофоны подороже, света побольше можно повесить. Наверное, есть какой-то минимальный прайс, за которым можно открыть подкаст-студию, но даже если ты не сильно, там, не кинокамеры себе покупаешь, этот бюджет может так сильно разогнаться до каких-то просто астрономических цифр, что давать какую-то конкретную цифру, что вот минимум столько денег вам нужно, чтобы открыть студию, мы, наверное, не рискнем, потому что все супериндивидуально, и даже вот имея опыт открытия одной студии, когда мы перешли сюда, возникли проблемы, к которым мы просто не были готовы на уровне физики какой-то, что это старый завод, здесь плохая электрика, и здесь все бьется током, и нужно заниматься, помимо того, чтобы закупать оборудование, еще и типа… Заземлять? Да, ну то есть заниматься тем, чтобы не убило никого, и чтобы еще это все не шумело на записи, и вот в этом плане это несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Давай тогда вопрос про деньги отложим, а шаги, что нужно сделать? Вот я хочу открыть подкастную студию, что мне нужно сделать? Найти помещение? Как оно ищется? Какие-то есть нюансы? Купить технику? Сейчас она вообще продается? Новая, не новая? БУ, не БУ? Давайте попробуем некий гайд составить, по шагам пройтись, что делается перед открытием подкастной студии. Сперва, наверное, надо найти помещение действительно. Стоит понимать, что должна быть зона, где гости ожидают свои записи, и в целом уже исходя из своего вкуса подбирать помещение, чтобы выстраивать интерьер. Далее мы бы рекомендовали явно нанимать дизайнера, потому что эти люди лучше знают, что хорошо, что плохо, что сейчас модно, что сейчас не модно. Благо нам повезло, моя сестра на некоторые наши пожелания сказала, что это колхоз, я этого делать не буду. Оборудование продается сейчас в огромном количестве, оно сильно выросло в цене, и даже в нашем случае, буквально за два месяца, в какой-то момент мета выросла на 30%, потому что вот считали доллар по 60, он резко стал 90, и уже как-то все стало немножко грустнее. Нужно явно выехать на локацию, проверить, что все там нормально с электроникой, что микрофон... А это можно самому, прости, что перебиваю, я буду останавливать в моментах, которые мне непонятны, как человек, который никогда этим не занимался. Я понимаю, что надо проверить электрику. Ты сам ее можешь проверить? В смысле, как-то посмотреть, или надо электрика с собой брать? Лучше вызвать электрика, если нет профильного образования и понимания, как это все устроено, лучше вызвать электрика, плюс нужно понимать, какие риски несут старые здания, а очень много подкаст-студий открыты в подвалах, в каких-то не очень понятных помещениях. В заводах. В заводах, да. Вот как мы... Вроде ArtPlay — это же модное место, кластер дизайнерский, а это в прошлом завод, манометр. У меня еще дед сюда приезжал за датчиками, и вот вылезает то, что здесь стоят старые оборудования, старые электросети, и к этому, ну, типа, тяжело подготовиться. Тут можно сказать, что, ну, как повезет. Придется вам с этим бороться. Проблема решается закидыванием деньгами, но вот... Заземлили деньгами. Ну, да. Если верить поговорке, то это расходы, а не проблема, но... Но все равно все, что мы сейчас говорим, это не... не стопроцентный результат. Всегда, возможно, что-то выскочит, и ко всему нужно быть готовым, и уметь на это реагировать. И еще один совет, который я могу сказать, что надо пройтись по соседям и посмотреть, кто у вас за соседи. А это обязательно вот прям по кругу. Шум, не шум, кто там наверху, концертная площадка наверху, под вами кто там... Бар. Музыку включают, да, бар. Да, да, да. Там строители, будет ли ремонт, все это нужно узнавать. И, в принципе, если задача стоит открыться в хорошем месте, это трудно. Ну, вот как мы, да, нам повезло. Глеб увидел, что здесь есть помещение, а мы как раз хотели, чтобы для клиентов не было накладно, что мы переезжаем в слишком кардинально другое место, точку. Мы искали вот в круге Курской метро. Вот. И нам повезло с этим, что мы нашли такое место. Вот. И от этого сейчас в дальнейших проектах мы чувствуем, что мы не будем смотреть ничего, кроме вот кластеров или какого-то такого места. То есть тут тоже нужно понимать, чего вы хотите. Вы готовы пожертвовать, что ваши гости будут идти через промзону к вам, потому что вам все равно, но место-то хорошее. Либо вы хотите вот создать этот комплекс сервиса, что людям не стыдно сюда пригласить людей, что вот у вас есть там внизу кафе, что место, в принципе, прикольное, оно приятное, знакомое для всех, да. Для него легко добраться, оно в черте там центра Москвы или другого любого города, где вы находитесь. И так далее. Тут вообще можно бесконечно составлять какие-то гайды, но как и в любом бизнесе, я думаю, что точного прямо учебника, как создать студию подкастов, его нет. Решить, что ты открываешь подкаст-студию, найти помещение, сделать ремонт, купить оборудование. Да, это суперпростые вещи. И важный момент, нужно все-таки уметь снимать, потому что есть примеры, когда люди посмотрели, ну вроде все просто, сейчас я тоже сделаю, и ну не получилось. Не получилось, да. Ну я хочу сказать, что один из наших гостей, который приходил сюда, он посмотрел у вас все, и сейчас открыл в парке в Ижевске, в городе Ижевск, домик блогера. Он все сделал, он сказал, классная история, я хочу сделать. Я думаю, даже я помню вашего гостя, который занимается парками России, верно? Да, все верно. Ну это здорово. Они сделали, и сейчас этот проект рассматривают в Сочи в том числе, потому что мы обсуждали, что это хорошая площадка для того, чтобы сказать свои идеи, делиться лидерами именений непосредственно уже в своих городах. И вот, допустим, если в городах-миллионниках, да, вот открывать такую подкастную студию, на что лучше тоже обращать внимание? Ну то, что ты сказал, безусловно, соседи. Да. Да, электричество. Обязательно. То есть это тоже важная история. Да, то есть обычно там люди не обращают, о, классно, нам аренда подходит, значит, мы сейчас быстренько там темные занавесочки, стол, свет, вот. Тут могут, да, завтра затопить вас, поэтому, да, надо к этому очень сильно, серьезно отнестись, в какое место вы будете заезжать, потому что если затопят, то затопят технику, и будет проблема. Но это, да, не суть. Надо страховать все. Да, я бы не сказал, но как бы, он у нас не застрахован, надо позвать еще и Кристину, и тогда мы узнаем, будете выстраховать или нет. Нет, конечно, надо, потому что эксцессы всякие могут произойти, как минимум основную технику нужно застраховать. Это будет. Это саймемся. Ну, мы этим саймемся, да. Ты из Санкт-Петербурга. Да. Почему ты не открыл подкаст в Санкт-Петербурге? Есть ли у тебя такая идея? Мы рассматриваем сейчас разные развития, точнее, скажем, пытаемся понять, что мы будем делать дальше. Потому что мы всегда как бы загоняем в процесс на 2-3 года вперед, что мы будем делать, что мы хотим. И мы вот думаем, есть определенный спрос в Санкт-Петербурге. Может быть, открыться в Питере, филиал небольшой студии, открыть там. Вот. В Москве мы открылись, ну, потому что я был здесь, я жил в этот момент здесь, в Москве. Но когда мы открывались, уже было там штук 6, наверное, студий. И меня абсолютно не смутило, что есть здоровая конкуренция, она всегда, как бы, это хорошо. Вы порекомендуете в городах других, Омск, Красноярск, неважно, Калининград, открывать подкастные. Я как маркетолог, прости, пожалуйста, я скажу, что нужно делать анализ. В любом случае, типа, нужно проводить анализ аудитории в вашем городе. Есть ли запрос? Если есть, то делайте. Пока мы далеко не ушли от маркетолога, как здесь вы занимались продвижением, как искали клиентов. Сейчас к вам не записаться. Настройка хорошая, реклама контекстная. Мы пользуемся в основном Яндексом и хорошо работает. У меня был просто человек, которому я доверил все это настроить. Все компании, все настроилось, все работает. Сейчас есть много площадок, на которые собраны там все студии подкасты, каталог студии подкастов по России и так далее. Мы там тоже присутствуем. В Инстаграме мы так, не особо. Но мы присутствуем, но мы там не активны. Мы поддерживаем его, показываем, что у нас происходит. Остальное, это органика и сайт мы хорошо настроили. То есть контекст и сайт. Два ключевых инструмента. И немаловажно, это хорошая работа с клиентом. Потому что, когда пришли первые, вторые, пятые, десятые, и когда они видят, что идет хорошая работа с ними, мы быстро отвечали, мы хорошо отвечали, любезно отвечали. У нас есть сервис, мы сказали, вот у нас там онлайн бронирование, туда-сюда, все как бы было приятно. И качественно снимали подкасты. И люди либо рассказывали своим друзьям, либо там на нас натыкались на ютюбе или еще что-то. И так приходили. Сарафанка тоже работает. Мы когда готовились, мы решили сами бизнес-план накидать, как бы это подкастное могло существовать. И посчитали. Вот я обещал, что мы вернемся все-таки к деньгам, разочек. Мы вернулись. Мы посчитали, что к открытию необходимо затрат на 2,9 миллиона рублей. Оборудование на 2 миллиона, ремонт на 500 тысяч, мебель на 100 и рекламу настроить все это на 300. Насколько мы далеки от действительности? Хорошо, скажем так, не будем уходить далеко. Сколько процентов сверху? Тут вопрос в том, какая это подкаст-студия. Если это маленькая студия, может быть, если это наша студия, то это, конечно... Маленькая, квадратных метров это сколько? Мы вот 100 искали. Соседняя наша, да. Если 100, нет, вы промахнулись сильно. А соседняя ваша 25? Ну, она где-то в районе 20 килограмм квадратных. Но если 20, то можно вбиться... 2 миллиона... 2,9. Это к открытию ежемесячно. Но ремонт всегда, как и в строительстве, в ремонте с квартирами нажать сразу там на 2, на 3, это 100 процентов. Всегда, да. Что там еще было? 100 тысяч. На мебель? Нет, 100 тысяч нет. 100 тысяч, только один стол стоит выше 40 тысяч. Вот это уточняем. Это стоит около 100, да. Плюс там 4 стула, всякие мелочи там набегают на еще 1100. Ой, какая вазочка, ой, какой цветочек, ой, какая лампа. Да, да. И оно так вроде по чуть-чуть, по чуть-чуть, потом смотришь в конце месяца. Да, плюс вам нужно подготовить акустически эту студию, если она маленькая. Вот у нас везде вот видите эти панели акустические висят. Это тоже какой-то, можно его в мебель запихнуть. В мебель? Да. А они тоже денег стоят. Поэтому там прям набегает. Мы поняли, что это стало страшно. И у нас еще аренда была 500 ежемесячная. Коммуналка 20, мин 200. Уборщица, бухгалтер и обслуживание оборудования. Выходило в 780 тысяч в месяц. Примерно, наверное, так, да. Ну вот ежемесячных затрат мы всегда до миллиона рублей. Мы рассчитываем всегда до миллиона рублей ежемесячно тратить на просто какое-то... На существование. Да. Но у нас есть постоянные расходы и вот ту переменную часть, которая остается, мы ее, как правило, ну вот, мы все потратили и вот остаток до миллиона мы, как правило, вкидываем на улучшение студии. То есть у нас это тоже все идет как постоянный расход, но он немножко плавающий, потому что в этом месяце мы можем там купить новые микрофоны, потому что у нас осталось там побольше денег. В этом месяце у нас осталось чуть поменьше на улучшение. Мы там что-то другое декорчик какой-нибудь маленький, да. Декор или свет поменяем. Через какое количество времени мы, получается, отбиваем такой вид бизнеса приблизительно? Понятно, что у вас это другая история, вы все ее вкидываете. В нашем расчете год она отбивается на вложения, которые были, и там за следующий год зарабатывает 5 миллионов. Это так, хороших случаев. Число часов в сутках ограничено все-таки, и цена некая средняя. Мы сейчас что, будем это, да, открывайте, отобьетесь за полгода. Нет, скажите, это самое главное. Как повезет, потому что она может и действительно отбиться за эти деньги, а может очень долго работать вот в холостую, только деньги тянуть, потому что все равно нужно минимум полгода на то, чтобы люди узнали о студии и постепенно появился вот этот трафик постоянный, который студию кормит в виде постоянных клиентов, которые возвращаются и в виде клиентов новых, которые постепенно переходят в постоянных, старые отваливаются. И вот этот, типа, минимум полгода нужно еще закладывать оборотных средств, чтобы просто не схлопнуться от того, что, ну, люди не идут и... на раскачку, да. У нас так и было на первой студии. Я, типа, вкидывал свои зарплаты на аренду, на все, и сидели, там, одна запись в неделю, типа, была. И одна запись там на выходных, дай бог, упадет. А у нас в тот момент, прости, что перебиваю, уже настроили вот рекламу, которую ты говорила? Да, да, все работало, конечно. Не было клиентов. А как стало, что? Все как-то вот хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Но Рим тоже не сразу строился. Вот. как и везде, если вы хорошо делаете качественный продукт, у вас будет успех. Но я не принимаю других вещей, что вот если вы от всего сердца, вы вкладываетесь, вам нравится, чем вы занимаетесь, вы делаете это искренне, то клиент это видит в любом случае. Будет это через сообщение написано, либо через решение какой-то там ситуации вдруг что-то случилось и вы как-то ее решили. Это все равно связано с успехом и с органическим трафиком и так далее, и так далее. Потому что все больше и больше людей там кликает. Ну, это мы все знаем, как это работает. Что чем больше интереса, тем как бы вы идете чуть-чуть все наверх-наверх. Я похвастаюсь и порадуюсь, что вот заходишь в список сейчас там на Яндексе открываешь на картах подкаст-студии, да, у нас там пять и там сто, там семьдесят отзывов и все на пятерки. Ну, ни у кого из студии нету семидесяти отзывов и на все пятерки. Мы их не просим писать. Мы как бы говорим, что да, вы можете оставить отзывы, а вы можете не оставить. Люди благодарны. Люди все равно благодарны и пишут, да, и возвращаются. Но может быть, как мед, да, сейчас мы всем говорим. Если коротко подводить, это самая, наверное, неприятная вещь, но нужно много работать, всегда выполнять обязательства, которые даешь, и работать качественно, все. Тогда, по крайней мере, в России проблем, чтобы выстроить и построить успешный бизнес, не будет. И он вот стабильно, может быть, не сразу, но все полетит. Из каких книг ты это взял? Да вот, мы сидим. Вот в этом сидим. А какие книги порекомендовал бы ребятам? Я читал «17 навыков успешных людей», хорошая книга. А ее все читают от топов, от топ-менеджеров до начинающих ребят. Хорошая книга, можно оттуда что-то подкатить. Я читал, ну, пытался читать много бизнес-литературы, маркетинговой литературы. Читайте классику. Вот. Чехов, Достоевский. Вот что угодно, но как будто... Толстой. Наверное, есть какой-то там список из 10 книг, которые действительно полезны, но как будто в большинстве случаев... Классика. Да. И полезно просто... Да, мозги лучше работать начинают. В конце хотел пожелать вам успехов, но если они будут расти, то мы вообще сюда не попадем никогда, потому что будет такая запись. Поэтому удачи. Вам, ребята... Мы найдем для вас местечко всегда. Спасибо. Сегодня у нас в гостях или мы у них, тут уже сложно сказать. Были Ефим и Глеб, основатели студии подкастов Касти. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Круто. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СОСКОРОДИСМЕНТЫ СОСКОРА